Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео я хотел бы обсудить информацию о том, когда же состоится запуск новой системы. В апреле или в каком-то другом месяце. И что ожидать участникам Life is Good, Гермес и кооператива Bestway. 18 марта на сайтах Life is Good, Гермес и Bestway появилось следующее объявление. Уважаемые клиенты, на сайте ведутся восстановительные работы, ориентировочное время на восстановление 30 или 40 дней. Приносим извинения за временные неудобства. Если отсчитать 30 дней от даты 18 марта, то получается 17 апреля. Если отсчитать 40 дней от даты 18 марта, то получается 27 апреля. Таким образом, согласно информации, опубликованной на всех трех сайтах, запуск должен состояться примерно в промежутке между 17 и 27 апреля. Сегодня, когда я записываю это видео 9 апреля, таким образом, в общем-то, до запуска осталось ждать совсем немного. В телеграм-канале новости Vista калькулятора номер 1 опубликована следующая информация 6 апреля. Максимум внимания, свежая информация. По кооперативу дела сдвинулись в лучшую сторону. Пошли движения со счетов. Для пайщиков выкупаются квартиры, так что доступ к счетам восстановлен. В ближайшие дни заработают новые кабинеты для пайщиков и членов. Фраза «в ближайшие дни заработают новые кабинеты» намекает на то, что это должно произойти где-то в ближайшее время. Напомню, что данное объявление опубликовано 6 апреля. Сегодня у нас 9-е, то есть уже прошло 3 дня. Но, в принципе, это соответствует той информации, которая опубликована на сайте относительно апреля. Что касается Гермес. По инвестиционным счетам также есть информация. Новые кабинеты в процессе. Сразу внедряются новые платежные системы, чтобы можно было легко вводить и выводить деньги. Возможно, заработают уже через месяц. Через месяц отсчитываем. Месяц это получается май. То есть уже речь идет не про апрель, а про май. Но изначальные сроки обозначены до июня. А это уже сдвигается, соответственно, еще дальше. Уже речь не про апрель и даже не про май, а про июнь. Лимиты на вывод будут поначалу 500 евро в месяц. Появятся новые финансовые продукты. То есть, если говорить о кооперативе, в принципе, здесь звучит фраза «в ближайшие дни», то есть в апреле, по логике, заработают новые кабинеты для пайщиков и членов. А вот что касается инвестиционных счетов, то речь здесь даже уже и не про апрель, и даже не про май, а изначальные сроки обозначены до июня. Озвучивается, что лимиты на вывод будут поначалу 500 евро в месяц. Появятся новые финансовые продукты. Также, возможно, вы видели информацию, опубликованную в конце марта, где говорится следующее. Всем добрый день! Прошла планерка с советниками Евгением Олеговичем Чайчук и Вячеславом Геннадьевичем Короткевичем. Первое. Сергей Иванович Крючек полностью приступил к работе в кооперативе. Да, я об этом тоже делал в видео и обсуждал статью на портале Правда.ру. Второе. На сайте УФНС размещено обновление по этому поводу ниже сброшу. Третье. Началась кардинальная структуризация офиса кооператива в целях более лучшего обслуживания пайщиков. Все обновляется. Четвертое. Сейчас решается вопрос по размерам паевых взносов. До конца недели должно быть решение. Эта информация была опубликована в конце марта. Сейчас у нас 9 апреля. То есть, по логике, в принципе, уже эта информация должна быть где-то опубликована. Если вы такую информацию видели, то, пожалуйста, напишите в комментариях относительно размеров паевых взносов. Пятое. Готовятся документы по открытию кооперативов в Армении и Узбекистане. А также не остановилась работа по странам Европы. В перспективе ближайшая Болгария, но это уже планируется работать в рамках клуба. Шестое. Механизм работы клуба будет дан позже в презентации. То есть, должна быть дана некая презентация, в которой все подробно будет разъяснено. Седьмое. Нас ожидает абсолютно новая система взаимодействия по нашим направлениям. Раз звучит фраза «абсолютно новая система», эта фраза показывает, что новая система будет весьма сильно отличаться от старой системы. Окей. Восьмое. Кабинеты готовятся в полной системе обновлений. Ну, относительно готовности кабинетов, мы уже вначале обсудили, что кабинеты кооператива Bestway вроде как должны запуститься уже вот-вот скоро. А вот что касается кабинетов Гермеса, это более дальняя перспектива, ориентировочно июнь. Девятое. Мы уже не латаем старое, мы создаем новое. Десятое. По нашим инвестициям тоже будут приятные нововведения. Планируется два инвестиционных продукта, будет дана презентация, это будет сюрприз президента. Лимиты будут выше, будет дано больше возможностей вывода. Окей. Ну, пока это все, как говорится, в перспективе. Одиннадцатое. Процесс ввода-вывода в работе. Очень много наших пожеланий айтишники притворяют в жизнь. Ну что ж, разные способы и разные варианты ввода-вывода это всегда неплохо, главное, чтобы это работало четко. Двенадцатое. Будут изменения в плане начисления гонораров. Хорошие, то есть хорошие изменения. Пункт тринадцатый. Усовершенствование маркетингового обслуживания. Здесь не очень понятно, что имеется в виду. Четырнадцатое. Пока мероприятия не проводятся до запуска новой системы. То есть надо так понимать, что пока ни онлайновых, ни оффлайновых дополнительных мероприятий не будет до восстановления сайтов. Пятнадцатое. На днях будет обращение к президента, к пайщикам и, соответственно, к сотрудникам. Если зайти на канал Романа Василенко, то можно увидеть, что весь март и первую неделю апреля на канале Романа Василенко публикуется серия «Семнадцать тайных законов успеха». Последние ролики были загружены шесть дней назад и вот самые последние два дня назад. Но это, кстати, уже шестнадцатый видеоролик, шестнадцатый закон успеха. Я так понимаю, остался еще один. То есть пока никакого обращения, как сказано в данном тексте, опубликовано не было. Хотя на дворе уже девятое апреля. Продолжаем читать. В апреле запускается новая система. Только в запуске новой системы будут открыты кабинеты. Ну, как мы уже сегодня обсуждали, информация противоречивая. Одни источники называют сроки запуска апрель, а в телеграм-канале говорится, что инвестиционный счет откроется не раньше июня. Ну, в принципе, возможно, что, например, сайт кооператива откроется раньше, а, соответственно, сайт инвестиционного счета откроется позже. Шестнадцатое. Планируется еще одно собрание уполномоченных. Возобновление рабочих процессов в новых условиях требует официального оформления. Это рабочий процесс кооператива. Следующая планерка с советниками намечена на субботу-воскресенье. На ней уже в более развернутом формате дадут пошаговость действий, а если быть точнее, то это будет старт к действиям. Повторю, что данный текст был опубликован в конце марта. То есть, по логике, планерка, которая планировалась на следующую субботу-воскресенье, уже состоялась. И если на ней были озвучены какие-то новые данные, то, ну, по логике, они должны быть опубликованы. Если у вас есть какая-то такая информация, пошаговые действия или старт к действиям, то пишите в комментариях. Семнадцатое. Наше обращение к президенту Путину и прокуратуру, наверное, в прокуратуру, несмотря на стандартные ответы, не осталось незамеченным. Практически за 12 часов мы собрали почти тысячу обращений. Суперсплоченность и организованность. От наших советников и от Романа Викторовича огромная благодарность всем. Для клиентов счета еще немного терпения. Все после открытия кабинетов. Деньги любят тишину. Тем более в это время. То есть здесь, опять-таки, призывают к терпению. Возможно, как раз речь идет именно, что сроки запуска кабинета с инвестициями будут позже. Не в апреле, да? А как написано в телеграм-канале Виста Калькулятор, возможно, в июне. Просьба всем перейти на канал Бот для пайщиков. Там собираются все вопросы и ответы. Эта база постоянно пополняется, обновляется, корректируется нашими юристами. Вопросы, которые не отражены в боте, вы можете направить по почте. И они будут размещены в боте вместе с ответом. В связи с тем, что юристы и другие службы кооператива сейчас все делают вручную, это как после землетрясения все приводить в порядок, то по телефону бывает сложно дозвониться. Пишите или есть другие способы получить ответ. Ну, правда, непонятно. Пишите или есть другие способы получить ответ. Но не написано, какие. Ну, ладно. Внимание! Пока у кооператива нет официальной почты, поэтому все письма, которые могут приходить с почты кооператива, внимание! Сбрасывайте мне и никаких рекомендованных ими действий не совершайте. Заигрались некоторые деятели. Получается, согласно данному тексту, у кооператива нет официальной почты. И пайщикам приходят некие сообщения, якобы от кооператива. Но, возможно, эти письма рассылают мошенники. И поэтому автор данного текста пишет. Поэтому все письма, которые могут приходить с почты кооператива, сбрасывайте мне и никаких рекомендованных ими действий не совершайте. Правда, непонятно, мне это кому и кто вообще автор данного текста. Если просуммировать ту информацию, которую я сегодня зачитал, то получается следующее. В апреле запускается новая система. На днях будет обращение президента к пайщикам. Но, повторю, что это было написано в конце марта на дворе 9 апреля. И пока мы не видим обращения Василенко. Доступ к счетам кооператива восстановлен. Выкупаются квартиры. В ближайшие дни заработают кабинеты для пайщиков. То есть, надо полагать, что когда вот здесь написано в апреле запускается новая система, имеется в виду прежде всего именно система для кооператива. Кабинеты с инвестиционными счетами заработают, возможно, через месяц, но изначальные сроки до июня. Планируется два инвестиционных продукта. Информация по ним должна быть дана в официальной презентации. Процесс ввода-вывода в работе. И первоначальный лимит на вывод составит 500 евро в месяц. Вот такая информация, друзья, на данный момент. Если обладаете более свежей информацией, то, пожалуйста, делитесь в комментариях. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok